В украинской столице 17.00 в эфире выпуск новостей и о главном к этому часу. Танки, боевые машины, пехоты, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, авиация и беспилотники. Украинская армия получила партию военной техники и вооружения. Сертификаты руководителям подразделений вручил президент Петр Порошенко. Он отметил, Украина нарастила возможности для своей защиты по основным направлениям возможного удара российского агрессора. Сегодня мы видим, украинская армия нарастила свой потенциал и является гарантом украинской независимости. Мы способны себя защитить. У нас есть для этого абсолютно все необходимое. И еще одно очень важное. На сегодняшний день мы резко сократили возможное влияние Российской Федерации на ситуацию внутри Украины. Первые два вертолета Airbus передала Франция на службу нацгвардейцам и спасателям. Эти летательные аппараты поступили на вооружение Министерства внутренних дел в рамках совместной украино-французской программы создания единого комплекса гражданской защиты. На вручение первых вертолетов побывала наша Юлия Крючкова. Антону 27, он пилот спасательного вертолета. Недавно пересел на машину мечты – вертолет Супер Пума. Перед этим проходил обучение во Франции. Их тренировочный центр, наверное, самый крутой в мире. У них очень хорошая база теоретического обучения, оборудованы классы, макеты, ангары. Если у нас возникал вопрос, мы спускались к реальному вертолету и получали ответ. Мы там пробыли больше месяца. Антон рассказывает, этот вертолет имеет лучшие летные характеристики в своем классе, а безопасную высоту помогает поддерживать автопилот. Кроме 24 пассажиров, в салоне можно разместить медоборудование и резервуар с водой объемом 4000 литров. Ты можешь выполнить все миссии, все операции, которые потребовали для наших граждан. На этом вертолете ты можешь выполнять все миссии и операции – медицинская эвакуация, тушение пожара, перевозка пострадавших в любом состоянии, которое позволяет наше медицинское оборудование. И, что самое важное, он может выполнять посадку в очень сложных условиях. Этот вертолет поступил на вооружение в госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Вторым будут управлять пилоты Нацгвардии. Это первая передача техники в рамках создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД. Контракт с Францией подписали летом. Это яркое свидетельство укрепления материальной базы для наших пограничников, спасателей Национальной гвардии. Символ эффективного сотрудничества между Украиной и Евросоюзом, а также между Украиной, Францией и Германией. Не нужно забывать, что Airbus – это совместное производство этих двух стран. В систему безопасности будет входить 55 новых вертолетов Airbus, а также техника, которая ранее находилась на вооружении МВД. Ее разместят на 15 региональных авиационных центрах для быстрого реагирования. Эти отряды будут нести функцию полицейского обеспечения, контроля границы и специальных операций. Мы очень рады, что сегодня к нам прибыли первые два вертолета. Через две недели еще два вертолета «Суперпума» будет у нас в Украине для службы чрезвычайных ситуаций. И далее по графику мы развиваем этот процесс степ-бай-степ. Полностью проект реализуют в течение трех лет. Эта система авиационной безопасности будет третьей по масштабности в Европе. Юлия Крючкова, Сергей Ильинский, UATV. Возобновил работу после более суток проверок. Лондонский аэропорт Гатвик постепенно начинает свою работу. Тысячи пассажиров ожидают своих рейсов. Все из-за злоумышленников, которые запускают дроны над взлетными полосами. Полиция предупредила, будут стрелять по беспилотникам на поражение. Подробности в сюжете Александра Кулибабы. Аэропорт в Гатвике снова работает, но в ограниченном режиме. Над полосами все еще проявляются дроны. За последние сутки, по данным BBC, вблизи авиагавани их видели 50 раз. Полиция и армия вооружились технологиями для отлавливания беспилотников. Преступникам, если их найдут, грозит до пяти лет тюрьмы. Если появится дрон, у нас есть техническая возможность его захватить и отследить. Пилотов дронов пока не поймали. Правоохранители не знают, ни сколько их, ни какая у них цель. Модификация беспилотников также неизвестна, но задерживать вылеты пассажиров больше нельзя, объясняют в администрации аэропорта. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы как можно больше пассажиров отправились в пункты назначения в рождественский период. Но мой приоритет – их безопасность. И поэтому в 9 вечера в среду мы закрыли аэропорт. И я очень рад, что мы снова работаем. В аэропорту по-прежнему находятся тысячи пассажиров. За последние двое суток в общей сложности более 120 тысяч человек должны были вылететь рейсами, которые отменили после закрытия взлетно-посадочной полосы в Гатвике. Я стояла в очереди всю ночь. Спрашивала о том, где остановиться. Отели, жилье, ничего. У нас не было другого выбора. Пришлось спать на стуле. Даже не спать, просто сидеть. Я просто подошла, чтобы узнать, будет ли вылет. Но нам пока ничего не сказали. Два беспилотника заметили 19 декабря. Они летали по периметру взлетного поля и над самими полосами. Затем они исчезли. Но через 45 минут появились снова. Согласно британским законам, дроном нельзя приближаться к аэропортам ближе, чем на километр. Александр Кулибаба, ЮЭй ТВ. Электронный кабинет водителя. В Украине представили новый сервис для автомобилистов. Если ввести свои данные на сайте, можно уточнить информацию о документах, оплатить штрафы и записаться в электронную очередь в сервисные центры Министерства внутренних дел. Также можно узнать полную информацию о любом автомобиле по номеру кузова. Больше не нужно верить на слово человеку, который продает транспортное средство. Можно все проверить через электронный кабинет. Он точно предоставит более надежную информацию. Мы дорабатываем этот сервис. То есть можно будет не только записаться на конкретную дату и время, а дистанционно предоставить необходимые документы и оплатить услугу. Деды Морозы – альпинисты. Необычный новогодний сюрприз устроили для пациентов областной детской больницы в Николаеве. Дети получили подарки от Дедов Морозов, которые спустились с крыши прямо в палату. Инициаторы акции «Добра» – двое молодых альпинистов, которым помогала команда аниматоров. Украинская колядка в исполнении британских дипломатов. Сотрудники посольства Великобритании в Украине спели «Добрый вечер, тоби паны господарю». Видео разместили на своей фейсбук-странице. Во время подготовки выяснилось, что многие дипломаты любят петь и играют на разных музыкальных инструментах. Посол Джудит Гофф сыграла на треугольнике. Она рассказала, что традиция петь колядки существует и в Великобритании, хотя она сделала это впервые. И светящиеся фигуры животных появились в ботаническом саду Парижа. Они шевелят ушами и крутят головами. Некоторые фигуры достигают 15 метров высотой. Есть и белая акула длиной 30 метров. Прогулка по парку начинается с давно исчезнувших динозавров, мамонтов и саблезубых тигров. За ними следуют современные виды животных, которым грозит вымирание. Среди них панды, медведи, фламинго и носороги. Организаторы светового шоу, говорят, хотели не только создать праздничную атмосферу, но и привлечь внимание к проблеме исчезновения животных. «Мы обеспокоены исчезновением определенных видов, особенно потому, что исчезает целая экосистема. Например, когда вымирает тигр, исчезает и все, что с ним связано. Главная наша задача, чтобы люди могли прогуляться по великолепному месту с этими освещенными скульптурами. Но если мы сможем повысить осведомленность людей, то наша роль действительно будет выполнена». «Я думаю, это важно. Не знаю, действительно ли это заставит людей задуматься, но одна из причин, по которым мы пришли сюда, объяснить нашему сыну, что есть некоторые виды, которые вымерли, и другие, которым это угрожает». На этом пока что все. Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова